Более 16 команд учебных заведений собрались на стадионе первой спортивной школы. В силу юного возраста для многих из них аббревиатура ГТО до недавнего времени была просто неизвестна. Однако сегодня они старались заполучить значок, готов к труду и обороне. Сегодня у них будет 6 нормативов. Это бег 60 метров, мальчики поднятия гири, девочки поднятия туловища из положения лежа, отжимания. Также поднимание туловища на перекладине, то есть это подтягивание, ну и бег 3000 метров. Возобновить славную традицию спортивного и патриотического воспитания решили по инициативе «Единой России» на федеральном уровне. С этого года сдавать нормативы ГТО будут уже 12 регионов. В Сочи в этот список не попал, однако самый спортивный город решил проявить инициативу и начать популяризировать эту традицию уже сейчас. В праздники принимали участие и чемпионы первого всесоюзного конкурса по ГТО. Чемпионат Советского Союза проходил в городе Сочи, в нашем родном городе. Было 5 видов, очень интересно, было очень много команд. Наша команда государственного края заняла второе место, как я тоже заняла второе место в этом чемпионате. Я очень рада, что сейчас возрождается. Просто радость, я переполнена радостью, что я вижу себя как в молодости. Попробовать себя в основных дисциплинах могут все желающие. Первыми были ученики школ. Сегодня значки ГТО пытались получить студенты. Очередь за рабочими коллективами. Уже скоро нормативы будут сдавать и депутаты всего края. Мы в законодательном собрании эту инициативу уже от своего комитета по санаторно-курортной сфере проявили, чтобы у нас было обязательно соревнование между депутатами. Чтобы каждый депутат и города, любого муниципального образования нашего края, и в том числе и ЗАГС собрания, обязательно сдавал нормы ГТО. И я думаю, что в ближайшее время мы сами с этого начнем. И плюс, я думаю, что я выдавлюсь инициативу на наше городское собрание, чтобы и наши сочинские депутаты приняли этот почин и первые в крае сдали нормы ГТО. Ребята участвовали в этой программе охотно. Несмотря на дружескую атмосферу, дух соперничества проявил себя. Быстрее, выше, сильнее старался быть каждый участник. Я рад, что мы собрались. Много вузов, много колледжев. Институты тоже, наверное, есть. Я очень рад, что мы собрались, участвуем, проводят мероприятия спортивные. Поучаствовал я только в одном – поднятие гири. Пока у меня рекорд. Лучшие команды за победу получили кубки и медали. Сюрпризом стал и сувенирный значок ГТО. Возможно, с 2017 года ГТО возобновится в полном масштабе по всей стране. Обладателя значка ждут привилегии. Школьникам будет легче поступать в вуз, а на работе, сдавшего нормативы, будет ждать поощрения.